Шеф-повар, Максим Григорьев. Овощные котлеты в духовке. Овощные котлеты, отличный вариант разнообразить свое меню для тех, кто не ест мясо. Готовить такие котлеты можно, практически из любых овощей, картофеля, моркови, шпината, кабачков, сукини, тыквы, свеклы, брокколи, цветной капусты. Время приготовления, 30 минут. Ингредиенты. Капуста белокочанная 200 грамм рам. Картофель 3 штуки. Корень сельдерея 150 грамм. Крупа манная 3 столовые ложки. Лук репчатый 2 штуки. Масло подсолнечное рафинированное 1 столовая ложка. Морковь 1 штука. Панировочные сухари 200 грамм рам. Пастернак 1 штука. Перец черный молотый 1 щепотка. Петрушка свежие 4 веточки. Соль 1 щепотка. Укроп свежий 4 веточки. Чеснок перо 4 штуки. Яйца куриные 1 штука. Шаг 1. Чтобы приготовить котлеты, нужно взять отварные овощи после приготовления бульона, как в рецепте борща со щавелем и свеклой, пастернак, сельдерей, морковь, лук, картофель, капусту, укроп, петрушку и перья молодого чеснока, лук, яйцо, манную крупу, масло подсолнечное, панировочные сухари. Шаг 2. Отваренные овощи переровать, добавить манную крупу. Перемешать. Шаг 3. Лук очистить. Нарезать кубиком. Пассеровать до прозрачности. Шаг 4. Зелень вымыть. Просушить. Укроп, петрушку и перья чеснока нарезать мелко. Шаг 5. Добавить в овощную массу 1 яйцо. Перемешать. Шаг 6. Добавить в подготовленную зелень и поджаренный лук. Перемешать. Шаг 7. Посолить, поперчить. Оставить на 10 минут. Шаг 8. Подготовить панировочные сухари. Скатать овощную массу в шарики, обкатывая их в панировочных сухарях. Шаг 9. Противень покрыть пергаментом. Шарики приплюснуть, разложить по противню. Поставить в горячую духовку. Запекать котлеты в течение 30 минут при температуре 180 градусов Цельсия, через 15 минут после начала выпечки, котлетки перевернуть. Шаг 10. Противень с готовыми котлетами вынуть из духовки. Шаг 11. Готовые котлеты выложить на блюдо или в керамическую кастрюлю. Подавать горячими к обеду или холодными на перекус. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.